Идиома. И подобный мир по разуму называют. Некоторые называют это рекурсионные миры, то есть рекурсии от вложенных матрешечный мозг называют, то есть когда больше содержит меньше, то есть матрешки вкладываются как будто, матричный мозг называется матричный мозг, то есть, допустим, кубит встроен в гиперкубит, а в гиперкубит встроен в структуру большей вероятности свободы, грубо говоря, или архитектуры, неважно, в большей степени. И вот так оно все вложено одно иное. То есть вложено одно в другое, точнее, одно в другое вложено. А в принципе, оно все как бы образно подобно, то есть одно содержит другое, одно выражается в другом. Благодаря этому мы сможем находить узнавание, то есть что есть что, проводить некие аналогии, некоторые называют, кибернетикой называют систему аналоговой, то есть не в том, что в смысле ламповой, Можно и так сказать. Аналоговая система, аналогичная. Ищут аналогии. Теософы говорят, что снизу, что сверху. На земле и на небе. Можно и так сказать, но ниже архитектуры и выше архитектуры. Снизу куб, сверху гиперкуб. Соответственно, что внутри, то снаружи. Внутри, допустим, кубит, снаружи гиперкуб. Он больше архитектуры. Он содержит. Вот что, чего содержит. Вот что это такое. То есть, в принципе, это пошло изначально, из точки, как бы, ну, единоначаля, так называемая. Вот, которая, значит, как бы проецируется на все вокруг. Ну, условно говоря, начало проецируется на все вокруг. То есть, вот, как вот, например, да, засыпаешь, видишь сон, и все, что ты вокруг видишь, это, как бы, содержимое твоего подсознания. Ну, типа того. Теперь, значит, представим вот эти вот, значит, как бы у нас любят все такой тонкий мир, там, иной. Ну, иной в каком смысле, да? Он, как бы, ну, во-первых, он, как бы, такой же, только иной, там, условно говоря. Ну, иной, там много чего содержится вот в этом, допустим, информационный. Ну, он же тоже иной, да? То есть, чистая информация. Вот, вот эта вот надпись на распятие инцы. Что там может быть инцы? Там, типа, царь иудейский. А, прости, господи, это все равно, что, как бы, этот самый, что нарисовать конец, грубо говоря, да, изобразить его маленькой такой лошадкой, кончиком таким, агнецем, так называемый, да? То есть, через который потом, через квантовый мостик, потом, значит, дальше переход такой-то сверху. Ну, это Васнецова, да, картина. То есть, там мало кто обращает внимания. Там сидит такой, значит, агнец, такой гонец. То есть, это, да, конец. Причем сидит конец, как будто конец. Потому что он, от слова конь, конец. То есть, поэтому его маленьким, изобразили маленькой лошадкой. Там, типа, вот, как у Найка Борозова, маленькая лошадка такая вот. Поэтому, типа, не конь, а такой конец. То есть, как конек-горбунок. Вот конец, да. Конец, да, такой. И агнец. Да, понимаешь, это и агнец. И он же отличает при всем этом. Всю эту композицию. Да, 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 да. Он, значит, там книжку сидит, читает. В общем, там такой, значит, мануал какой-то очередной на блоках. И, соответственно, там такой радужный мостик. То есть, квадровый мостик. Ну, спектральный мостик. То есть, как будто, типа, по радуге туда, значит, по радужному мостику мы все туда переходим. Сейчас я думаю, ну, наверное, он должен быть такой, арочный какой-то такой, типа того, а в радуге это арка у нас. Ну, а это же арка, она как будто фрагмент, то есть, чакральная система, то есть, ну, по сути, это, ну, как чакральная, вот это, как бы, вложенные системы. Ну, то есть, шар, ну, как бы, сфера, 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 то есть, вот это вложено. Причем она не вложена по размеру, она вложена по частоте, потому что все это одно и то же. На одной частоте просто все эти цвета, просто на разных диапазонах. вот вот и вся эта история которая создает делать мир цветным а значит ну окей то есть по образу и подобию аналогично рекурсионная там космологично то есть еще есть такой тип космология то есть вот все вот допустим так поэтому мы допустим ищем аналоги какие-то аналоги ну хорошо значит у нас сейчас очень развивается история это модная история типа наш мир виртуальная реальность там еще что-то то есть там иисус нам чудал по подсказку на в истории была дана подсказка что значит с плащаницы до плащаницы система воплощения то есть завернуть плащаницу как бы воплощен называется то есть он буквально то есть это можно сравнить что допустим допустим он как бы излучает он отпечатался называть отпечатался на плащаницы воплотился то есть иисус значит более высокая архитектуры, он отпечатался в виде тени, то есть проекции, да, то есть на плащанице. Ну, соответственно, то есть это система аналогичная проектор-экран в кинотеатре, да, вот тоже на плащанице, на какой-то вот поверхности, грубо говоря, бросил тень на какую-то поверхность более низкого порядка, то есть, ну-ка, вот примерно так. Значит, окей, ищем аналогии. То есть у нас, значит, есть сейчас самые-таки трендовые вещи, это VR, там, допустим, ну, виртуальная реальность, дополненная реальность и вообще тема с компьютерами, играми, там все обсуждают, есть ли тут вообще кто-то среди людей, игроки, кто боты, уже там уже прям просто пики, копию сломали, то есть на этих спорах, типа, кто, кто из 100, ты бот, да нет, сам ты бот, а я игрок, типа, я игрок, а ты бот, то есть, и в общем, такие вот споры идут, значит, прямо сражения такие, типа, да у нас тут 5 или 10 процентов, типа, людей, остальные боты. Но суть-то в чем, то есть надо же найти обоснованную аналогию, ну, как бы, чтобы увидеть одно в другом, соответственно, образы и подобие рекурсионные, то есть нужно найти обоснованную аналогию. Вот, ну, как мы, конечно, смеем предположить, смеем предположить, да, что вот интересная штука тут, вот, и вот, допустим, проектор и изображение, мы же получу сюда, все пришли, грубо говоря, как некоторые говорят, получу, да, по случаю, я бы так сказал, по случаю уж тогда, если поговорить про временную петлю, тогда уж по случаю, ну, окей, значит, можно это сравнить, например, с компьютерной архитектурой в принципе как таковой, то есть есть некий, допустим, некое хранилище, у нас все стремятся в хранилище, в Акаши, понимаешь, куда-то там в Акаши, выйти в единое энергоинформационное поле, там еще там куда-то в чисто поле, так сказать, погулять, вот, ну, во сне получается, в общем, отчасти, в зависимости от допуска, в те или иные сегменты. И, значит, ну, как можно сравнить эту штуку, то есть, ну, кстати, привести аналогию, ну, то есть у компьютера есть, соответственно, тоже монитор, а-ля там плащаница, некая штука с изображением, то есть, которая как бы вводится, то есть вот показываются фильмы, программы там, ну, все, что надо, мы выходим с помощью компьютера в сеть, это сразу нужно отдельно говорить, ну, в сеть, в интернет, и там пользуются, допустим, возможностями, и, кстати, вот это слово боты-то откуда взялось, да, то есть у нас же есть чат-боты, там, игровые боты, там, многие другие боты, поэтому, естественно, подозрение закралось, то есть, что, как бы, если все по образу и подобию, то, возможно, есть и боты, и вот начинают спорить, кто из нас бот, грубо говоря, да, то есть, а кто игрок. Ботать, ботать, это тоже говорить, да, то есть, так или иначе, то есть, говорящие боты, ботать. Ты работаешь, да, я по фене ботаю, ботаешь, ну, типа того, да, то есть, ну, это сленговое выражение бота, грубо говоря, да, то есть и оно еще здесь отразилось. Вот, ну окей, мы не должны себе представлять или еще что-то, то есть ищем прям аналогии, прям ищем аналогии, то есть мы в Винчестере, в Винчестере, который не фрагментирован, то есть когда вот рандомные там кусочки лежат, то есть там лежат документы программ, программ, фильмов, там еще что-то, таблиц, там рисунков, проектов, ну всего-всего-всего, когда он, допустим, не фрагментировали давно, там вот все прям по ячейкам все разнесено, то есть почему-то иногда говорят, что нужно дискофрагментировать, приводить в порядок, чтобы одно к другому становилось, то есть сладилось, потому что запускаем программу, например, иллюстратор и вот эти вот, любую программу, и вот там она разложена на Винчестере, там у нее выделены ячейки памяти, еще что-то, то есть она не обязательно будет лежать одним куском, она заполняет свободные ячейки, ну на Винчестере, на хранилище, то есть там кусок, там кусок, там кусок, и это все прописано там в адресах, то есть она обращается, начинает собирать, собирать по всему вот этому Винчестеру, собирать по программу или кино собирать, то есть прямо отсюда берется кусок, отсюда, 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 по кусочку называется, то есть собирается и выдается, запускается в работу, показывается, но как изображение то есть или там ну короче все 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 но суть такая что она просто вложиться свободные ячейки какие-то зависимости от состояния диска то есть на момент инсталляции ну потом же можно кашу переформатировать и мысли как бы его упорядочить и тогда они будут прям сегментами такими лежать большими кусками то есть один к другому вот аналогичная ситуация то есть мы можем по камере я могу наблюдать во снах простите господи во снах то есть понимаешь вот вот ровно то же самое то есть я когда засыпаю какой-то фрагмент потом поворачиваешься то есть раз там другой фрагмент то есть и вот ты оказываешься в окружении неких фрагментов кусочков сна таких грубо говоря ну то есть там эти фрагменты очень короткие они все перемешаны между собой то есть у них нету границ ну понятное дело да потому что они как в этом это же состояние не имеющие краев условно говоря не разграничено да то есть и поэтому там рай это есть край а без к это получается рай да то есть вот такой вот и а очень похоже на состояние что сейчас рисует и там все раз 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 как-то меняется вот непонятного раза 4d 5d пространство там еще какой-то да неважно какой из них там в нем да это дименшин да то есть массив определенного уровня вложенности там 4d то есть это соответственно четырехуровневый массив вложенности там 5d 5 то есть ну вот и все это программирование то есть мы если мы говорим про мир то есть программ то соответственно это программирование то есть вообще принципе этот мир он его первое что он просится на ум если есть мир да то есть и игра то есть соответственно игра мир то есть вот и думаю да то есть вот уже программирование возникает вот такая запрограммированная игра условно говоря значит ну вот вот эти данные и соответственно и а на мониторе то есть мы видим зависимости от запускаемой программы те или иные аспекты ну то есть изображение правильно да то есть запустили на же может быть даже мульти окно на мониторе то есть открыл after effects там еще там интернет там еще что то еще что-то мульти экран может быть и прочее прочее то есть выводятся некие штуки то есть зависимость от команд вызова то есть что ты запустил условно говоря то есть какие программы ты запустил те выводятся тебе это примерно как все как в жизни соответственно то есть тут мы видим перед собой что то есть запущенные такие же программы получается так то есть потому что мы же как бы находимся в состоянии вот это вот наблюдения, то есть определенным образом. Поэтому, соответственно, можно предположить, что здесь мы видим какие-то программы, которые запущены, которые собрали из всего этого вот хроники Акаши, этого Винчестера, такого общего плана, хранилища. Определенные аспекты насобирали, и вот здесь они как бы воплотились, ну типа того, что в зависимости от того, что ты повызывал, точно так и выс ih14常. То есть они же по соответствию вызывают, то есть потому что, ну как, ты же не invite в консоли примерно так, вот так, типа, вызвать там, вот, там 12 дерья и еще что-то. Нет, это все идет просто по параметрам, которые внутри, они же это и вызывают, то есть вызывающие программы. Ну такие, то есть вызовы, называется. Ну или по соответствию. Вот, соответственно, то есть что предполагается, то есть ты как будто вот на мониторе, то есть то, что на мониторе показаны, то, соответственно, собирается из вот этого хроника каши, это хранилище общего, собирается тут перед тобой как лист перед травой, условно говоря, да. Ну вот такая аналогия, то есть примерно так, с компьютерной технологией, то есть такая аналогия. То есть, ну, собственно, если по образу и подобию, и нужно привести вот это строение всего мира к какую-то более-менее современную интерпретацию или актуализировать вот эти все, чтобы интерфейс, чтобы не было вот таких вот устаревших интерфейсов и трактовок, то есть нужно привести в соответствующее состояние, то есть которое уже будет соответствовать тому, что есть воплощенного, потому что тут ничего работать не может, то есть даже на вся архитектура И она работает так, как головной мозг устроен, условно говоря. И даже вот наше правое-левое полушария, оно аналогично вот этому на процессоре компьютерному, то есть А, Б, процессор, то есть субпроцессоры вот эти вот, да, двойные, это по разделению задач, то есть все одинаково, то есть а потому что в другое ничего работать просто не будет, потому что оно обусловлено так, что работает вот только так, только таким образом. Вот так устроена архитектура несущая, то есть вложенная получается, что у нас работает только так, а по-другому не получается, то есть она просто не заработает и все, то есть потому что рабочая история, она вот так такая, она обусловленная. Обусловленная, например, хотя бы той же самой там квантовой вероятностью, то есть ну и количественно, условно говоря, и архитектурно. То есть вот потому что в центре один, одна вероятность, типа ну куда метнуться называется, куда метаться, там в право, в лево, вверх, вниз, там, ну куда, короче, в любые стороны. А если ты сюда, то, соответственно, и обратно, то есть это равновесие, потому что как бы от какой стати это приоритеты. И вот и получается, значит, ДНК, либо одно, либо иное. И, то есть в этот центр центральная штука может метнуться, там, допустим, в одно место, либо в иное. И таких вот вероятностей вокруг там образуется три по два. То есть вот это одна штука в центре, и вокруг такие шесть, значит, возникают сразу, которые между собой диагонально сплетены вероятностью, то есть причем через x, естественно, через мебиоса сплетены, потому что до наоборот сплетены вот этой вероятностью, вот равновероятностью, и вылезает определенное количество этих вот вероятностей просто по размеру этого исходного, да, значения. То есть как бы ты ни крутил, это векторная история. То есть вот она вылезает вот не больше, не меньше, ровно так. То есть вот все эти семь шариков в центре с одним и шесть вокруг, которые диагонально сплетены, образуют квантовую ось исходную. Вот трехмерный мир возник, там еще прочее, прочее. То есть вообще все возник, это вся графика. Вот. Ну, соответственно, вот, то есть, значит, но получается между данными, да, что же у нас происходит? То есть между этими данными в компьютере, изображением, то есть есть прям полный цикл производственный, продакшн такой, да, то есть как бы по выводу этих данных, по обработке, то есть там данные-то данными, но там же получается, это хранилище, там же есть процессор, процессор, то есть логика, некая логика, процессор. То есть там, ну, двоичный машинный код, неважно, но там это логическая схема, процессор. То есть процессор есть же? Есть. Мы не будем там шины передачи данных и прочее, типа, она сейчас как бы звезды к звезде, да, то есть вот, а вот именно есть процессор. Ну, есть какая-то штука, которая, ну, как бы, отсчитывает такты, такты, то есть, ну, потому что на что-то нужно опираться, импульсы, да, то есть чтобы это все отсчитывалось, появилось, время появилось, то есть такты появились, то есть отсюда же появилась частота тактовая, называется тактовая частота процессора, то есть сколько мегагерц, да, допустим, там 3000 герц там процессор, там, или там 200 герц процессор, ну, древний какой-то, ну, такой вот. Вот появилась тактовая частота, то есть синхронизация некая, чтобы синхронизировать, то есть, и вот появляется такая вот, то есть эти данные, им все равно, они лежат рандомно, у них нет ни времени, ничего нет в принципе, то есть они никуда не выводятся, то есть они лежат и лежат, там, что называется, данные, вот, вот на этом хранилище. Дальше вот начинается их вызов, грубо говоря, и вот он проходит весь этот цикл компьютерный, вплоть до видеокарты, то есть вывод на видеокарту, то есть просчет видеокарты, там еще там что-то, то есть полностью-полностью архитектура компьютера, то есть, ну, в принципе, ну, как на мой взгляд, так это прямо один в один похоже, то есть, вот, значит, мы когда засыпаем, попадаем в царство сна, вот в это хранилище Минчестера, тут такой, грубо говоря, ну, сервер там, неважно, какого назвать, хранилище некое, то есть, вот это же, как говорят, спаси, сохрани, там, или, допустим, похоронить, а где похоронить-то? В хранилище, то есть, в хранилище, вот, вот, вот такая, то есть, у нас же похороны есть, ну, значит, есть некое хранилище, то есть, вот, вот это вот, это, грубо говоря, похоронная история. Прямая аналогия, мне кажется, вот, если начинаешь это разбирать, это прям раз и открывается мироустройство. По тем аналогиям, которые мы сейчас можем понять и считать. Потому что сказки, которые в детстве мы читали как бы прошлых времен, они уже ничего не объясняют. Вот, ну тут же написано, прям реально хранилище, хранилище. То есть, у нас есть похороны. Вот, понимаешь, похоронить. Там типа, да, когда говорят, усопший вечным сном. Ну, типа того, да. То есть, странные аналогии такие. То есть, вот, то есть, как бы, ну, соответственно, куда это все сливается? Ну, это же все переливается, грубо говоря, лифт, туда-сюда льется. Вот эта вот история данная, как, ну, вода льется, у нас, понятное дело, здесь у нас вода, передача такой аналог информации. Она тоже заливается информация, переливается. То есть, туда-сюда, туда-сюда. И она же изливается, выливается, то есть, проливается, неважно. То есть это перетечение определенное, то есть перемещение некой данных. Соответственно, вот все. Мы, значит, пришли на кладбище. Ну, хранилище, условно говоря. Ну, кладбище, там же оно как бы, ну, все сложно. Где все покладено. Клад, да, клад. Все кладу, вот примерно так. А это все там, значит, сложено. Такая поклада. Вот примерно так. Кладбище, хранилище, то есть не важно. Вот там, да. То есть это там, где хранятся данные. Вот примерно так. Вот. Это, значит, это не то, что кладбище здесь, которое у нас, да, то есть изображено. А то кладбище, то есть информационное, то есть иное. Иное, вот иное. То есть мир иной, это как бы информационный. Вот инцы, интуиция, информация, индукция, то есть все, все, все. То есть вот мы же методом индукции передаем удаленным образом. То есть вот как это, как это называется, инцы, то есть индукция. аналог электромагнитной индукции. То есть из этого ядра хранилища, то есть она в центре находится хранилище, оно индукции дает наводки при вращении, то есть на намотку, условно говоря, электромагнитная индукция обычная, появляется ток некий. То есть ядро все вращается или превращается и дает наводки индукции, индукция. Вот, соответственно, просто она так изображается здесь изображается ну или воплощается вот то есть из этого центрального ядра то есть вся информация индукции дается на наводке то есть а между ядром и соответственно этими намотками то есть можно сказать мотаться по жизни до намотки с катушкой по жизни называется делаешь эти намотки квантовые да то есть они же пружинки такие то есть вот чисто вот это то есть в центре ядро стоит из снаружи вся эта намоточка вот это квантовая история тоже то есть положительный заряд то есть положенное то есть она же кладбище хранилище заложены а снаружи электрон мотается то есть условно говоря мотается как бы по кругу а в принципе там мотается то есть он ограничит некую область со своими своего заряда отрицания, который, кстати, если он получает поток просвещения, как поток света, он переходит на новую орбиту. Соответственно, чтобы человеку тоже перескочить на новую орбиталь, то есть новое качественное состояние получить, ему нужно получить некую дозу знаний, порцию знаний иного порядка, иной орбиты, иного качества, чтобы она притянулась по соответствию. То есть ты получаешь эти знания, как электрон, грубо говоря, ты такая электроника устроена, и ты перескакиваешь на следующий уровень автоматически, потому что это как бы он соответствует тебе. Поэтому эти знания нужно тоже получить. Вот. Ну, не с этой орбитали, а со следующей орбитали. Вот. Это отдельная история. Ну вот, мне кажется, абсолютно аналогия. То есть компьютерная техника, то есть она вообще все это, и нейросеть, наша текущая, прочее, прочее, но все прямо сейчас вот стало аналогично строению. Беспроводная связь, мобильные телефоны. Да, да, наводки. А индукция, это что такое? Наводки такие, дают наводки. Типа, дайте мне наводку, пожалуйста, вам сколько не хватает наводки? Наводку. Наводит ток, а тут в нашем случае более общего плана, если бы думали, наводит ток. Значит, поток наводит ток. Что такое ток, ученые не знают до сих пор, дай бог с ним. То есть поток сознания такой, наводит ток. Думаешь, отлично. То есть, значит, ну ты, сейчас же модная тема, садимся на потоке, да, то есть поток данных, поймать поток данных. Вот, и, соответственно, то есть там источника вот тоже ток, поток. Думаешь, ага, интересно. А на что же наводит-то? Она наводит на мысли, то есть приходит мысль в голову, в голову пришла мысль. А откуда она пришла так? Алло, гараж, взяла там, шла-шла, там типа из соседнего подъезда пришла в голову мысль. Нет, она же из информационного центра, вот этого, из информационный центр, да, то есть вот центр информации, инцы такой, да, то есть вот, понимаешь, больше неоткуда прийти, то есть откуда-то. Там все мысли, потому что там вся информация и прочее-прочее. Вот. И вот когда, допустим, мы засыпаем, то есть когда человек засыпает, да, он, ну, как бы начинает остужаться тело. То есть появляются призраки, призрачная зона, такая сумеречная зона. То есть не даже, типа, когда появляются призраки, есть такая вот легенда, сразу там типа холодеет в комнате. Это ты как бы переходишь границу. Это же аналог вот этого мостика, собственно говоря, самого по себе. То есть у корейцев это мост через реку, там какой-то там Чанжон, не помню, ну, короче, через какую-то реку, то есть между, типа, живыми и мертвыми переход. То есть, да мы каждую, ну, каждую ночь условно местно умираем, то есть примерно так можно сказать, потому что тело немножко остыжается. Это ты, значит, переходишь туда, потому что электроны начинают вращаться медленней. Все, ты, ну, потому что весь твой заряд, фокус внимания, то есть туда ушел. Вот. Ну, у нас же тоже есть Калинов мост. Да, 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 да. К изначальному Альному. Али, да. Вот, 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 Калинов мост. Вот это все, это все легенды нашего городка, то есть их миллион разных, но они все про одно и то же. Это вот как раз вот переход через вот это вот состояние, то есть ту-дун-ту-дун. То есть он, конечно, очень вот находиться на грани этого перехода, это очень такая штука, все равно, что ты находишься на лезвии бритвы или там, ну, на канате между чем-то, да. То есть это же самый тот же переход через стикс, то есть, пожалуйста, то есть он тоже во много где выражен, то есть нужно как-то вот ты переходишь туда, то есть и вот, значит, ты переходишь в это состояние сна, потому что там сейчас во снах, то есть вообще сейчас они стали более доступны и, соответственно, то есть просто по частоте, и теперь там вообще просто отдельный мир образуется. Очень странный, он очень похож, но он только иной немножко, то есть потому что там нет этих вот уплотнений, в смысле загородок, таких матрицы жесткой, вот поэтому там информация свободная, находится в свободном состоянии, в рандомном, то есть все везде называется, то есть в каждой точке содержит все, потому что все со всем связано и нету, не разграничено, поэтому там вот начинается такое перетекание, такое информационное перетекание, то есть у тебя объекты меняются, тут же все меняется, одно другое включается, все совсем связано, перекликается, поэтому поперу, конечно, это приводит в замешательство, думаешь, боже ты мой, это как-то, что за замес такой вообще, то есть, а он просто такой, потому что там все совсем связано, и нету ограничений, нету этих самых диодных мостиков, то есть заборчиков, нету, которые определяют строго, что это вот так, а это вот так, это вот так, дают определенную плотность, но сужают в диапазоне, воплощают, вот, уже недаром эта вот фотонная зона в виде ограничений была дана с тем, чтобы все это как бы гравитационно уплотнить, то есть воплотить фактически, да, то есть это такой механизм воплощения, он же механизм показа, ну, или казанский механизм такой, элемент показательный, вот, что показать, да, да, то есть изобразить, уплотнить, показать, то есть и упорядочить, каким образом, вот определенным поэтому весь хаос выражен в разных порядках, а там находится состояние исходного хаоса, то есть все со всем связано, нейросеть. Вот здесь определенный порядок хаоса, выложен так, грубо говоря, структурирован, я бы так его назвал. Так что это в чистом виде, на мой взгляд, ближе аналогии нету, а ближе не надо. Аналогия сегодняшнего дня, которую все я понимаю, которую все едят и которая действительно раскладывает это, потому что все равно через ум идет понимание и прибавление того же электрона на светоносности, получение знаний, оно все равно идет через ум. Вводить данные, да, вводить, вводить, их нужно вводить, конечно, так или иначе, наводить или вводить, то есть они же прививаются еще плюс ко всему, да, то есть это такая штука, ну ты понимаешь, все перед глазами, перед носом буквально, все перед носом, все подсказки перед носом, то есть нам нужно просто картинку проткнуть как Буратино, быть немножко более любопытным, да, то есть вот, ну для этого, конечно, Буратино, что у него был ключ, ну условно говоря, да, то чтобы открыть все это, да, ключ, то есть такой некий золотой ключ, что же это за такой ключ-то, господи, этот ключ изображен, проход, дверь, ключ, замочная скважина, игольное ушко там, игольное что, иголка что ли, прям реально, да, то есть нет, это как это связано, допустим, иго и иго-го, то есть понимаешь, это все, это не про это, это значит, что это такое, то есть, ну мы же знаем, что есть, есть музыкальный ключ, есть еще там какой-то ключ, ключей у нас много разных, связка ключей, вот, то есть, то есть, чтобы, как бы, ну, первое, что приходит с словом ключ, то есть, ну, как, как возможность, типа, думать, дверь открыть, подключиться, то есть, например, то есть, подключение, ну, как бы, приключение Буратино, то есть, вот, подключение, подключен, заложена тоже некая загадка, то есть, нужно подключиться, включиться, подключиться, то есть, вот, как бы, выйти на связь, выйти на связь, это аналог палеоконтакта и потом коснуться прикоснуться там еще что то то есть это не который называют вам ведо называть вертикальной осью прикоснулся косание вот некоторые душу время нет по стиральной тыс ну неважно это нужно просто к чему-то прикоснуться но почему пок руб с study давайте мы кончика нос и прикоснемся или еще к чему то есть реально то есть как коснуться Тут имеется в виду cos, да, то есть это cos, то есть в этом смысле cos, то есть cos, cos это приближающий катет, а синус – это противолежащий катет. Синус – это воплощение, а cos – это как раз излучение, то есть примерно так, то есть образующая конус. これ volum –amos, собственно, по сути-то, это мы видим, что он как бы вертикальный, да, оно лежит в основе, в принципе, а потом там есть гипотенуза, то есть который образует косинус превращения этого всего угла то есть а вот эти штуки то есть потому что все равно так или иначе в этом будет в этой пирамидке в этом конусе то есть там все развивается по спирали это тоже знаком золотой закон золотое сечение золотые пропорции золотой ключик думаешь интересно то есть уже получается ключ какой-то такой необычный да то есть золотой это золотой да не все то золото что блестит условно говоря да поэтому здесь золотые пропорции золотые секвенции то есть вот как бы вот эти вот это известная штука золотое сечение там еще что то есть гармоничная история вот выявленная вот поэтому соответственно нужно что-то туда вот такой вот значит золотое золотой ключ поставить туда грубо говоря вот поэтому вот эти золотые пропорции это чистая логика не думанное что-то не собранное а как одно логично вытекает из другого как в золотом сечении это и происходит предыдущего выстраивается следующее и так по сути происходит замощение пространства но логичным вытечением одного из другого и пространство полностью покрывается потому что если пропорция меняется то соответственно возникают дыры в пространстве и там же как раз эти самые коэффициенты умножения то есть ну или развитие развитие вот развитие по которой получается спираль золотая спираль которая если допустим мы спроекцируем золотую спираль мы проецируем ее допустим на боковую поверхность мы получим не что иное как синусоиду а если мы спроекцируем ее ну то тоже синусоиду сбоку течет а если мы спроекцируем на на синус то есть на плоскость допустим относительно альфа то есть откуда начало этого источника золотой спирали но потока золотого да то получив что орбиты просто планеты орбиты орбиты электронов там еще что-то такое воплощенная история то есть орбиты планет то есть вот в центре значит ядро такое условно говоря источник и вокруг какие-то орбиты начали а это все одно и то же просто как бы развивается по спирали в разное время то есть проекции в разное время как раз тегментированы с таким коэффициентом с таким коэффициентом с таким коэффициентом вот мы получаем что таким коэффициентом этом марс таким коэффициентом меркурий с таким коэффициентом допустим юпитер с таким коэффициентом земля то есть золотого сечения то Ну, в стадии, условно говоря, да, вот, потому что это все там же золотые сечения, то есть они как бы там можно выразить цифрами такой тоже, ну, золотой ряд такой, да, то есть он же тоже выражается пропорциям, определенными размерами там в этих квадратиках. Вот, поэтому, ну что, значит, на квантовом примере, что это у нас такое квантовый пример? То есть это есть такая штука, как у нас, вот почему 7, да, то есть у нас уже про семерку просто как только ее не крутили, да, 7 там, 7 нот, спектр, там, 7 дней в неделе, то есть какие-то седмицы, там, седьмая вода на киселе, 7, вот, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Интересная штука, то есть 7 раз отмерь, то есть уже 7 мер, да, то есть, условно говоря, то есть 1 раз отрежь, это отрез. Ну, вот и получается, что ты заполняешь квантовую, ну, спектральную какую-то ячейку, то есть чакральную, называют ее, неважно как, спектральную ячейку, то есть цветом этих данными, да, весь этот квант, и образуется, он сразу преобразуется в что-то более общее, становится новой мерой, 8, 8 чудо света такой, раз, такой, ба-бам, то есть и это вот вся эта семерка отмеренная, грубо говоря, о, сколько мне отмерено, сколько мне отмерено, сколько мне отмерено, вот тоже 7 раз отмерено, вот, проходишь весь этот спектр и переходишь на 8, обобщаешь, и теперь у тебя переходишь в новую единицу измерения, то есть теперь у тебя новая единица состоит из предыдущей семерки, условно говоря, да, изменяется плотность информационная, квантовая плотность меняется, вот. Вот аналог того, что кубик становится, допустим, как бы для гиперкубика просто строительным кирпичиком, кубиком и все, ну или там не строительным, а таким вот способом, возможно, перемещать, потому что либо ты перемещаешься внутри квантовой системы, внутри этой семерки, либо ты, если, допустим, ты уже больше меры становишься, охватил, стал восьмым чудом, как-то sensate такой, да, sensate, такое восьмое чувство, то есть тебе охватило большим, то теперь ты перемещаешь целиком уже весь этот квант, то есть вот все это как бы неделимое значение в рамках более общей системы, вот, то есть погружаешься туда, перемещаешься внутри этой системы, внутри этой семерки, выходишь на более общий уровень, перемещаешься уже этой семеркой в более общей системе семерок, ну, типа того, Вот как бы так. То есть это примерно так, что либо ты внутри пространства вращаешься, внутри пространства, либо ты выходишь за это пространство и начинаешь им варьировать пространство вариантов, ну типа того. То есть модифицировать его. То есть ты можешь как-то перетягивать, то есть менять коды внутри семерки, но только нужно выйти наружу. Условно говоря, чтобы иметь возможность манипулировать этим всем. Перемещать его туда, в такое состояние. Но это отдельный разговор. Вот, поэтому компьютерная техника, на мой взгляд, вот и вообще все эти виртуальные дополненные реальности, выходы в интернет, в сеть, в общую сеть, потом использование нейросетей и прочее, 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 то есть мы подошли прям вообще вплотную, то есть уже плотнее некуда. Что называется, наглядно разжевали. То есть вот все эти общие трактовки, которые были религиозные, они сейчас прям воочию явлены, технологично показаны, как это все происходит. Да, тут надо так всего лишь увидеть эту вот рекурсию, то есть образно подобное вот это вот, как бы что одно, аналогично иному, то есть и сразу через вот это вот, через, допустим, берем снизу аналог какой-то, да, то есть, ну, это же подобие, то есть и поднимаем более исходный образ, потому что образ это штука, с которой печатается подобие. Поэтому мы воссоздаем более, образ более высокого порядка. Что это значит с точки зрения, допустим, более общей системы или более, системы более верхнего уровня, вот. Соответственно, то есть, ну, опять же, акцентирует внимание на том, что типа, а как же нам выйти-то на связь, да, то есть с этим мыслительным полем, ну, с этим вот полем замысла, образным полем, не знаю, информационным, то есть отсюда. То есть нужна же какая-то сетевая карта, да, то есть вот это вот, ну, соответственно, нужна схема, карта выхода, то есть карта выхода, нужна карта выхода, буквально так, то есть вот схема выхода, то есть чтобы выйти на связь, то есть палеоконтакт, еще прочее. То есть, ну а что у нас ближайшее, это самое, то есть, скажем так, между мирами, между развоплощенным и воплощенным, то есть между мыслями, допустим, и их воплощением, то есть между подсознанием и сознанием, потому что что-то где-то нужно искать-то все это, куда-то к чему-то обратиться. Но самое логичное, это вот обратиться к самой тонкой структуре, которая у нас есть, самой непонятной, неизученной еще до конца. То есть, в ДНК можно залезть, а можно залезть еще в нейросинапсы, то есть синаптические соединения, потому что аналог как раз хранилища памяти, то есть нейронной связи. То есть, ну если есть нейронные связи, то есть, грубо говоря, синапсы, это связь, то есть синапсы связаны один нейрон с другим нейроном, поэтому нужно настроить схему связи какую-то, построить ее, схему связи, то есть антенну какую-то, антенну, схему, чтобы включиться на поток, настроиться вот это вот с общим потоком, то есть включиться в поток, это же нужно включиться в него, то есть ключевой момент такой, нужно включиться, соответственно, нужен некий ключ, То есть вот эта схема, это общая схема связи, вот эта вот как цветок жизни или квантовая схема, ну она общая схема связи, все связано со всем. Если ее воссоздать на уровне нейросинерсов, то есть вот она и есть, как бы выход, ну выход куда? Да куда угодно, ну примерно так, то есть универсальный выход, то есть это универсальный ключ, ключ универсального подключения, то есть универсал такой, да, то есть выход соответственно, то есть и все-все-все. То есть дверь, то есть это чтобы отпереть свой мозг, грубо говоря, да, то есть логичный мозг, то есть связать свое сознание с подсознанием, потому что наше подсознание, оно связано как раз вот с этим вот информационным полем, то есть образным полем, то есть это тоже такое локальное хранилище от этого всего, наше частичное подсознание. То есть через подсознание нужно выходить туда, через подсознание, связать сознание, то есть внедрить этот ключ связи, связываешь сознание с подсознанием и через подсознание ты выходишь в общее поле. Вот и все, примерно так. Ну, плюс ко всему, ты получаешь доступ к информационным мощностям более высокого порядка, потому что все равно аналог того, что выйти из локального компьютера домашнего в интернет-сети и использовать все блага, возможности, справочная информация, калькуляторы, оттуда все качать обновления, использовать возможности ИИ, да все, 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 все те же самые возможности, только в более высоком уровне. Поэтому все, что нужно, это поместить эту схему каким-то образом в голову себе, вбить называется, вбить себе в голову. Вот примерно так. То есть не топором же это, не молотком бить ее, да? Нет, ее нужно прописать туда, вписать, чтобы она просто прописалась, нужна прописка определенного уровня, прописать, внести ее туда, воссоздать, то есть собрать эту антенну на уровне нейросинаметической схемы внутри головного мозга. Вот. И она тогда будет выходить на связь, и тогда ты будешь, скажем так, подключиться к этому большому сознанию. Ты будешь, как это самое, если бес, это бес, это бесосознательное состояние, то есть не бес, то есть это не бессознательное состояние, это как раз вот, когда ты уже подключаешься. Подключенное сознание, да, то есть все, ты как бы подключен к этому самому, то есть про уровни доступа, это как бы отдельный разговор, потому что у нас же аналогично тому, что, да, то есть вот у нас есть до дома компьютер, там у него есть сетевая карта выхода, там, это интернет, ты выходишь в интернет, вот, то есть, кстати, вот, Ethernet, то есть есть Ethernet, карта Ethernet, такая, да, то есть это тоже выход в интернет, сеть. А есть Ether, Ether, это эфир, то есть выйти в эфир называется, это эфирная карта, то есть это схема эфирной карты, схема выхода в эфир, то есть общего плана, то есть как раз вот там, где все это вещание происходит, информационное, вот, поэтому Ethernet, это, если Ethernet карта, то вот эта вот схема, схема эйзерная, эфирная схема, схема потока, потока данных, вот, ты, значит, настраиваешься, и также аналогично ты выходишь в это общее поле, там, типа того, что у нас тут выходит в интернет, ну, кто зачем, как говорится, да, там, кто посмотрит это, кто то, кто там, там, в одноклассники залезть, там, кто куда, короче, да, то есть, кто в лес, кто по дрова, вот, кто-то там говорит, как все ужасно в интернете там, а кто-то в интернете учится в этот момент, изучает программирование, да, то есть, там, ну, хранилище данных тоже своего рода, то есть, и всех, и ты можешь там, грубо говоря, нарваться на что-то там одно, или там использовать как-то по-другому, то есть, тут все, каждый говорит, да, кто на что, во что гораздо, куда, кого тянет, и к чему тянет, то есть, примерно так, да, то есть, тут нет ограничений, соответственно, то есть, ну, и доступа, то есть, ты, допустим, предположить, там, ты можешь администрировать сайт удаленно, то есть, ну, если у тебя есть доступ, а если у тебя нет доступа, ты можешь этот сайт только посмотреть, ну, как пользователь, да, то есть, допустим, вот, а если ты администратор сайта, то ты удаленно получаешь доступ к администрированному сайту, и ты его администрируешь сайт, то есть, ну, тут все одинаково, в нашем случае более высокого порядка ровно то же самое, то есть, какие у кого есть, как бы, ну, тяги, условно, ну, типа, кого к чему тянет, и кого, какие доступы есть, он получает там соответствующие ресурсы, да, то есть примерно так то есть у кого-то там есть доступ на хостинг там чтобы редактировать сайт или там допустим в админку то есть у кого-то нету то есть кто-то как пользователь выходит поэтому короче все одинаково по образу и подобию вот так что ну мне кажется что уже разложили дальше некуда то есть что еще можно привезли сюда то есть для создания если для кого-то новинку вдуматься в это и увидеть это все ночью да тут туда как еще иначе узнать то мир то есть нужно понять что мы находимся в зоне тени мы находимся в теневой зоне то есть мы как как тень как изображение от образа то есть мы находимся в состоянии воплощенным то есть в этот узкий потомный диапазон то есть воплощенным соответственно где то есть источник данных то есть если если мы тут находимся в воплощенном состоянии то есть наподобие то где то есть образ исходник откуда значит данные эти исходят вот и соответственно вот эту схему начинаешь раскручивать как бы искать источник данных источник исходник тоже хорошо тоже вообще отлично для понимания где мы находимся да это зона теней зона проекции проекции зона проекции да поэтому не отражает всей многомерной архитектуры но тем не менее дает какое-то представление конечно контур дает контура то есть в общих чертах представление именно представление просто человек бросает тень называется да то есть он дает тень представления человеке ну какой он какой-то мере дает конечно немножко искаженная в зависимости от зависимости от угла она дает контур обрисован контур и когда тень начинает двигаться то есть она меняет свои конфигурации какие-то то представление накапливается то есть так повернул так повернул такую тень увидел и как-то понятнее становится давить со всех сторон когда посмотришь поэтому расширение углов она как раз и проясняет картину несколько она когда она не дает полной мере объем это будет будет очень похоже на девушку на дивку где девушка вращается то есть она может либо туда вращаться либо сюда вращаться то есть таким образом более нижняя нижняя мерность она имеет такой вот вот такое примерное представление о том как вот вращается мерность более высокая то есть потому что она находится в состоянии вот такого вот неведения условно говоря то есть в действительном положении вещей это все равно что например если мы будем вращать кубик и проецировать его мы там как бы мы увидим там непонятно что сужается изменяется то То есть меняет конфигурацию, как обычно. А при прохождении, допустим, кубика через лист бумаги, там будет вообще непонятная фигура. В зависимости от того, как кубик зашел, либо вдруг появился квадратик, потом бум, исчез квадратик. Либо появилась изменяемая такая фигура, если под углом появляется, расплывается, некий гранник, потом исчезает. То же самое мы имеем ровно такое же представление, находясь в вплощенном состоянии, относительно образа более высокого порядка. Вот примерно такое же. То есть если мы делаем проекцию, поднимаемую на более высокий уровень, то надо понимать, что мы находимся ровно в таком же состоянии от более высокой мерности. То есть мы в этом кубите находимся от гиперкуба. Мы также его примерно видим. То есть мы видим просто в рамках, например, события начинается, там бом-бом-бом, проявилось и исчезло. Ну типа того. Раз-раз-раз. То есть это такая фигура из времени такой. То есть из таймлайна. То есть некое событие появляется, случается и исчезает. Группа. Ну вот и все. Это фигура такая уже, сценарная фигура более высокого порядка. Мы же не про геометрию говорим. Мы же выходим в меры еще. Поэтому это как будто уже там, допустим, на этой видеодорожке заложено такое событие. Оно должно появиться, то есть случиться в общем миксе. И потом пройти и исчезнуть дальше бесследно, кануть в лето, условно говоря. То есть просто сверху лежит некое событие. То есть как фигура. То есть как сценарный кусок, кусок кода. Неважно, как его называть. Потому что я оперирую понятиями кода. Кода. Некие данные. То есть они лежат просто на таймлайне, по которому ты идешь. Они там встроены. Вот ты подошел к этому событию, то есть ты его увидел, потом ты через него прошел, а потом из него вышел и все. То есть прошло событие. А это фигура более высокого порядка. То есть, вот скажем так, код более высокого порядка, уже видя события на таймлайне, как секвенции кадров, условно говоря. Вот. Ну как-то так. Но это пока не будем удаляться, это слишком сложно. Вот это для понимания. Сейчас хотя бы вот понять вот такие простые вещи, аналогии. То есть в каком мире мы находимся. И что следующее, это как бы следующий уровень порядка. То есть это нужно масштабно мыслить, масштабно изменять масштабы событий, масштабы мер. Масштабы мер. То есть вот примерно так. То есть если, допустим, здесь у нас кубит, мы находимся вот как бы в кубите того, чего видим, то, соответственно, то есть мы когда выходим за рамки этого кубита, мы видим, что некие струны событий. Струны событий, условно говоря, которые вот как бы входят в этот кубит со всех сторон, условно говоря. Прямо создают объем. Струны событий такие вот. Потому что они как ножки выглядят, вот примерно так, во все стороны. Соответственно, то есть это вот и здесь, это все это вот проецируется вот этими струнами событий на поверхность, ну или воплощается вот в этот кубит. Вот поэтому они как бы со всех сторон облепляют вот этот кубик, грубо говоря. То есть, ну а если уж честно, то есть, то все с точностью до наоборот. Они из кубика выходят, из гиперкубика выходят в кубик, потому что у нас же все перевернутое восприятие. То есть, мы-то должны отталкиваться от центральной точки, потому что центральная точка проецируется во все стороны, раздается. Ну, примерно, как раздающая. Поэтому надо понимать, что вот все это театр теней, сквозной театр теней с понижающейся архитектурой имеет начало в центре всего. То есть, в этом ядре данных. Вот оно как бы рекурсионно во все стороны начинает разворачиваться. Вот, соответственно, то есть, и образует такой многослойный пирог изображения. То есть, или как пирог этой голограммы. Вот, многослойный пирог голограммы. То есть, виды, разновидности, то есть, ну, короче, все-все-все. Вот. Так что вот, как-то так. Продолжение следует...